Я Герутский Анатолий Антонович, доктор филологических наук, профессор. Работаю на кафедре языкознания и лингводидактики на филфлаке. Окончил в 1977 году Белорусский государственный университет. Ну и практически с этого года начинается моя работа в образовании. Родился я на Витебщине, Кохановском районе, ныне это Тарочинский район. Место, где я родился, я не очень хорошо помню, потому что отец в то время, а это были послевоенные годы, он работал в милиции, и ему приходилось по долгу службы куда-то переезжать. Там я пошел в школу, на горке в живописном месте стояла, начальная, правда, была школа. Помню нашу учительницу первую, она была молодая, очень красивая, и мы там все были влюблены в нее, и фактически так старались хорошо учиться, вот чтобы, так сказать, она нас хвалила почаще. Малая родина моя, конечно, получалась достаточно сложной, потому что потом мы переехали в Латвию. Ну вот рядом совершенно граница была с Белоруссией, пошел в новую школу. Место было, конечно, вот это, помню, совершенно живописная река, она и латвийская, и белорусская, сальянка, ругазоливные огромные рощи. В этой школе 4 года проучился, и затем мы опять вернулись в Беларусь, на родину отца. Там я окончил восьмилетку, а потом началась уже совершенно другая взрослая история, которая неожиданным образом привела меня в педагогику. Я помню, что поступил в Ригу, в училище железнодорожников. И там 4 года учился, получил среднее образование, и буквально все мы поступили в Ленинградский институт железнодорожного транспорта. И там я проучился 2 года. Потом я понял, что, в общем-то, техника – это не мое дело, поэтому я оставил институт, меня тут же забрали в армию, а точнее на флот. Три года я там прослужил. А потом, после окончания службы, я решил поступать в наш Белорусский государственный университет Минск на филфак. И вот так я окончил филфак, и оказалось, что это действительно мое призвание. И я очень точно попал, хотя меня никто не настраивал на эту дорогу. Это была какая-то внутренняя потребность в этом образовании. Оказалось, что это действительно был выбор мой правильный. Потом я защитился в аспирантуре, в Академии наук. Аспирантуру окончил. Стал работать заведующим кафедрой русского языка в Белорусском национальном техническом университете. Потом защитил докторскую. Ну, а уж доктору, вроде филологу в техническом бузе делать было нечего. Поэтому я вот перешел сюда работать в 1991 году в наш университет и стал заведовать кафедрой общего и русского языка знания. В этом году только с этого учебного года я оставил эту должность. Ну, надо давать дорогу молодым. Педагогу надо всю жизнь учиться, потому что пришло новое поколение, пришли новые технологии. И время так стало так очень быстро меняться. И поэтому, чтобы поспевать за этим временем, надо постоянно работать над собой. Труд педагога очень тяжелый, очень нелегкий. Это работа с людьми, с молодежью. Надо видеть в них и хорошее, и недостатки надо видеть, и уметь прощать. Любовь к профессии, она заключается в любви к детям, студентам, которых учишь. Наверное, это главное. И если тебе это не нравится, то учи вообще-то в педагоге не идти. Потому что это самый тонкий организм, самый тонкий механизм – это души. Души. Души детей, души студентов. Когда идешь в педагогику, надо помнить, что ничто не заменит живое непосредственное общение с тобой, с педагогом, с личностью. И поэтому ты должен быть всегда для них авторитетом, который не стоит на месте, который ведет за собой и в образовании, и как личность. Это очень важно.